Привет всем, с вами я Вика. Мы едем сейчас в Сан-Диего и по дороге я отвечу немножко на пару вопросов. Мы сейчас в Ирвайне, едем в сторону океана. GPS хотел повезти нас по хай-ваю, но я решила, что мы поедем вдоль океана. По дороге я отвечу немножко на вопросы, буду комментировать походу немножко Калифорнию, что видим. В этом месте живет очень много азиатов, корейцев и арабов. Сейчас 9.20 утра, за бортом 69 градусов. Хорошая, прекрасная погода. Уже листья начинают опадать. Ну там только начинают. Но погода замечательная. Ну как прохладно? 69 градусов по Фаренгейту, это вполне даже тепленько. И потом будет немножко теплее. Вчера было так тепло, до самой ночи было тепло. Я, например, сплю под простенькой. Я даже одеялом не накрываюсь. Но иногда, когда немножко холодно ночью, то одеяло на себя. А так под простенькой, и мне не холодно. Эта зима, я думаю, эта зима будет очень теплой. Вот у меня такое, я так думаю. Итак, приступаем. Я читаю с телефона, поэтому маленькие буквы не могу там увеличить. И немножко плохо видно. Могу читать медленно. Знаете, сначала, перед тем, как я вот начну, хочу вам сказать. Как сказал Декарт, уточните значение слова, и вы избавите цивилизацию от половины заблуждений. Вот. Вот, уточните значение слов. Потому что, смотрите, между тем, что я думаю, и что я хочу сказать, и что я в действительности скажу, говорю, и в том, что вы хотите услышать, и вы думаете, что вы слышите, и вы слышите, вот, есть большая вероятность, что мы друг друга не поймём. Понимаете? Вот. Поэтому надо договориться, перед тем, как что-то обсуждать, надо договориться о значении слов. Вот. Значение слов. Ну, сейчас, знаете, мы живём в такое время, когда у нас есть возможность в любой момент открыть интернет и посмотреть, что значит, какое-то слово, чтобы не упасть лицом в грязь. Ну, хотя бы, ну, не казаться смешным или неучим. Вот. И это очень хорошо, и этим надо пользоваться. Вот. Вот. Я начну с такого, был диалог в одной теме. Я даже прочитаю, прочитаю вопросы и мой ответ, и там, короче, чтобы не быть голословной, чтобы что-то не пропустить. Это какое-то видео было про отношения мужчин и женщин на троллеваре. И меня спрашивают, а почему женщины, говоря о равноправии мужчин и женщин, не предлагают сделать общими нормативы на Олимпийских играх? А? Почему? Пусть женщины бегут дистанцию в равных условиях с мужчинами. Пусть штангу кидают. Пусть... А кто кидает штангу? И штангу кидает... По-моему, не штангу кидают, а это, а диск, не? Молот или что там. Пусть выходят на ринг против Майка Тайсона на равных условиях. И тогда мы узнаем, какой вид главный на планете. Кто сильнее, тот и прав. Равноправия не может быть. Достаточно посмотреть в зеркало. Ну, насчет зеркала не совсем понятно. Вот, потому что знаю таких дрыщей у мужчин. Там без зеркала все видно. Вот, а есть и женщины, которые и штангу поднимают, и боксом занимаются, да? Но это мое мнение. Интересно ваше. Я думаю, что и женщине будет проще и легче, если она знает свою роль и четкие рамки своего поведения. И не зря говорят, что выходит замуж. То есть, она замужем. Муж, как стена, ее закрывает. Дальше. И вот мой ответ. Кто сильнее, тот и прав. Есть такая поговорка. Сила есть, ума не надо. Да, лучше с такими сильными не тягаться. Кстати, сильные долго не живут, а умные очень даже. И вообще, при чем тут сила и равноправие? Равноправие – это равные права, а не равные физические показатели или способности. И зачем умному быть сильным? Он может нанять сильного для выполнения трудной работы. Как-то так. Это я ответила. Я так понимаю, что вы, Виктория, за демократию в семье, но при этом знаете, кто шея. Я говорила, что там жена, ну, мушек, голова в семье, а жена шея. Куда жена, куда шея повернет, туда голова и смотрит. Да, ну, это шутка, конечно. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Павел, чтобы ответить на ваш вопрос, надо, это я писала, надо знать, что вы подразумеваете под демократией в семье, в кавычках это. Потому что для меня это непонятно, ведь демократия – это власть завистливых бедняков, если коротко. Ну, а тут еще кто-то пишет, у Элиси пишет. Вот как у нас обозначили демократию, власть завистливых бедняков. Ну, вы что-то там про ум писали, так вот, не блещете вы умом, не блещете, а все потому, что вы женщина. Не хочу, не хочу обидеть весь женский род, но просто противно смотреть на мужеподобных особ, которые требуют равноправия во всем, не забывая в нужные моменты напоминать о том, что они женщины. И мой ответ – это не я назвала, а Платон с Аристотелем. Ну, потом пошло хамство немножко. Но согласитесь, Платон с Аристотелем – не самые глупые люди в истории человечества, правда? И это не мои слова, что демократия – это власть завистливых бедняков. Посмотрите определение слова. И вообще об этом слове немножко просто для самообразования. Не надо быть очень… Я, например, знаю, что я ничего не знаю. Поэтому я иду и смотрю, когда я чего-то не знаю. И смотрите, мы сейчас будем с горы ехать. Так люблю здесь ездить. Ой, так красиво здесь. Мы сейчас в Ирвайне еще. Или мы уже в Нью-Порт-Кос, нет? Нет, мы сейчас в Нью-Порт-Кос, по-моему, это. Здесь не поймешь, где ты и что-то. Католическая церковь вот здесь такая. Цветы везде, везде цветы. Вот, смотрите, если Платон и Аристотель, говорю, не самые глупые люди на планете, в истории, если они определили демократию как власть завистливых бедняков, ну, значит, в этом что-то есть. Ответьте вот откровенно. Вот возьмем Америку, да? Или Англию. Потому что демократия, типа здесь демократия. Уже сколько давно демократия здесь, да? Вот в Америке. Но скажите, сколько, как много людей из народа, да? Людей из народа. Вы знаете, которые сидят в Сенате? Ну, в парламенте. Где у нас там? Где они там сидят? Из народа. Да, Ленин прав был, когда сказал, что любая кухарка может управлять государством. Потому что Екатерина первая, она была кухаркой. Когда-то, да? Потом замуж за Петра вышла. Короче, кухарка, да, может управлять. Но за ней же стоит команда. Она же там только как это, как украшение. Понимаете? Номинально. Вот. Каждый кухарка... Но сколько кухарок вы увидите в правительстве Америки? Я думаю, что ни одной. Вот. Я думаю, что все люди, которые даже из народа, которые туда попали, они проходили какое-то образование. Какое-то либо практическое. Они там командовали, ну, руководили на местах чем-то, да? Своим городком, своим районом, потом дальше, 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 да? Вот. И попали в правительство. Либо они из семей, которые, ну, совсем не из народа. Понимаете? Так о какой демократии мы можем говорить? Разве здесь демократия? Это все слова. Говорю, определитесь с понятием слова, и потом можно будет дискутировать, потому что это не дискуссия получается, а сам дурак. Знаете, трамвайное хамство. Я до такого уровня... Ну, я могу, конечно, опуститься, мне не тяжело. Вот. Зачем мне с этим... Он даже... Даже грамматики не знают, о чем там говорить, о чем там спорить. Вот. Дискутировать, вернее. Говорю, с умным можно и поспорить, с дураком только подраться. Зачем мне драться с кем-то? Вот. Меня там спрашивали когда-то, как я отношусь к хейтерам. Я не знаю, кто такие хейтеры. Вот. Ну, люди, которые пишут, говорят, знаете, самое лучшее, самое лучшее, как к ним относиться, это игнор. Вот. Игнор. Вот. Мое время, оно дороже, чем вот эти вот... Бойни. Эти драчки. Зачем мне это? Игнор. И самое больное их достает то, что их не воспринимают вообще во внимание. Игнор. Говорю, если кто-то вас ненавидит или какие-то гадости, говорит, игнор. Это больнее всего. Короче, с демократией разобрались. Власть завистливых бедняков. Поэтому в семье... Я не знаю, что такое демократия в семье. Вообще не знаю. С другой стороны, равноправие. Причем, как я уже и написала выше, физические данные нам данные творцом. Женщина слабее. Хотя есть женщины сильнее, чем мужчины. Но... Можно стать сильной. Женщина слабая, она может стать сильной. Пойти в зал, качаться и стать сильной. Но зачем и это? Зачем? Вот зачем? Женщина не силой работает. Понимаете? Женщины устроены совсем не так, как мужики. Мужики простые. Они это... Они сильные, да. Трафик капец, да? 9.32. Калифорния, да. Где-то видела у Орландо такой трафик 9.32, нет? Ой, дурно. Физическое равноправие. Ну, не нужно, когда... Женщина, она не силой берет, понимаете? Она... А почему мы в эту сторону... Раз... Почему? Что, you turn будешь делать? А что ты там не могла повернуть? Она что? У нее ПМС, наверное, в этой... Так, давай разворачивайся. Туда мы, в Сан-Диего едем. Так, все. Канцел. Окей, опция. А то я что там? Вот. И, смотрите, вот там на холмах. Там, я не знаю, видно ли вам, там такие красивые дома. Здесь вот квартиры. Прям и с видом на... На Марину и на океан. Ну, здесь холодно зимой, здесь ветрено. Зато какое место, да? Ну вот, насчет, ну вот, насчет женщины и мужчины, равноправие физическое. Не надо женщине быть сильной, потому что она достаточно умная, чтобы быть слабой. Она не так думает, не так устроена, как мужчина, понимаете? Есть мужики хитрые, умные, но они никогда, они не, они не так, они не, ну не знаю, они... Давайте не будем исключения брать. Вообще, в общем, женщина, говорю, женщине не надо быть сильной. Она достаточно эмоциональна и хитрая. Женщины хитрые, они не как бы, ну, умные женщины этого не показывают. Они такие наивные, хорошие, но не все хитрые. Мы хитрые. Вот. И... Нам не надо быть сильной, понимаете? И равноправие ничего общего с силой вообще не имеет. Равноправие, равные права. Вот. Короче, каждый занимается своим делом. Равные права означают и равные обязанности. Этого никто не отнимал. Вот. У каждого свои какие-то обязанности. Либо они одинаковые, либо у этого одно, у этого другое. Это надо понимать в нормальных семьях, в нормальных отношениях. Это понимается, никто об этом не спорит, понимаете? Вот. Мужчина приносит мамонта, женщина его, его, это, ну, готовит. Это же, это же нормально. Либо наоборот, либо каждый приносит что-то и каждый готовит. Как кому удобно, в какой, в какой семье как удобно. У меня, например, у сестры муж пылесосит. Вот, ну, она никогда не, это самое, этим не занимается. Ей, она не любит, а ему нравится. Вот он и пылесосит себе, да? Или в саду там ковырять. Короче, каждый занимается тем, что ему надо, понимаете? Ну, каждый что-то делает для общего блага семьи. Вот. Это не то, что вот ты только мне дай, а я вот такая королевишная, и вот у меня только права, а у тебя только обязанности. Я же об этом ни разу не сказала такое. Зачем мои слова перекручивай? Вот, понимаете? Если вы что-то недопоняли, или если вам что-то непонятно, вы просто спросите, я объясню. Потому что говорю между тем, что я хочу сказать, и что я думаю, что говорю, и что я говорю, и то, что вы хотите услышать, и думайте, что услышите, и действительности, что услышите. Это есть очень, ну, разногласия большие, расхождение. Понимаете? Давайте, 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 уточните. Вот, никто вам же... Солнце в камеру. Никто, да, никто не это самое, не... Я ничего не скрываю. Я объясню свою точку зрения, если что-то непонятно. Точно так же я спрашиваю вопросы, если я что-то не понимаю. Вот. И тогда это будет дискуссия, а не просто спорт и сам дурак. Вот. Либо, если непонятно какое-то, ну, значение слова, вон, интернет, залезьте и почитайте. Для самообразования. И тогда мы не будем спорить. Поэтому, да, равноправие в семье, я не считаю это физическим равноправием. Все люди разные, одни слабее, другие сильнее. Для этого есть причина. Понимаете? Но это не значит, что мы должны одинаковую дистанцию там бегать, штанги кидать. Зачем мне штанги кидать? Вот. Зачем мне что-то делать физическое, если я могу кого-то, кто это может сделать, попросить или заплатить, или... И это сделаю. Понимаете? Корона Дальмар. Мы бежим Корона Дальмар, но почему-то очень... Солнце очень в камеру. Я не знаю, что можно будет здесь увидеть на камеру. Надеюсь, что что-то мы интересное увидим. Но мы здесь уже много раз съездили, поэтому... Едем вдоль океана, потрандим пока едем. Такой вот... Такой вот мой... Ну, как бы... Мой спор. Не спор, а... Ну, дальше вопрос. Вика, скучаешь по Львову? Вы знаете, раньше скучала, сейчас не очень. Потому что уже надоедает одно и то же, одно и то же, одно и то же. Мы туда ездим раз-два в год. Короче, я не скучаю. Вот у меня уже ностальгия. Я попала назад в Калифорнию, приехала. У меня никакой ностальгии особо нет. Уже хочется куда-то в другое место. Смотрите, 71 за бортом. Здесь 26 или сколько писала, да? Хорошая погода, замечательная погода. Трафик чуть-чуть есть, но он здесь всегда. Всегда-всегда. В нескольких фильмах слышал, что в Майами есть закон мокрых ног. Вроде. Любой кубинец, переплывший океан и вышедший на берег, получает вид на жительство. Видимо, речь об этом на 1 час 17. Интересное название закона. Это видео было про минусы и плюсы Флориды, по-моему. Знаете, есть закон, обязаны сюда круизные подбирать тех, кто в воде. Они там шины, ну шины вместе, ну платы делают из шин, там из каких-то досок, не знаю из чего. Там же недалеко, там 100 километров или сколько, 100 миль, 100 километров между Кубой и Майами. И Кивестом. И их суда подбирают, если видят вот такие платы и подбирают. Поэтому, да, они получают сразу документы, помежают, ну, клинкарту, по-моему, временную или постоянно, не знаю, этого точно не знаю. Но знаю, что они документы получают. Поэтому так очень много кубинцев, ну, вот, во Флориде. Во Флориде. Ну, смотрите сами, там нету штатовского налога. Там нету штатовского налога. Откуда? По пьевнию. Моя любимая улица была. Откуда это? Тумбочка. Откуда брать деньги вот на помощь этим нелегалам? Не нелегалам. Это же деньги стоит каждому помочь. Жилье надо им. Вот, какую-то одежду, кормить на первое время. Что-то им, понимаете, это же денег стоит им помогать. Им, понимаете, откуда они деньги берут? Штат, откуда берут деньги? Вот мне вот это интересно. А их же там прибывают постоянно. Ну, такой, да, такой закон есть. Я об этом тоже слышала. Не слышала такого названия, интересного названия, но... Ой, как здесь красиво. Ой, я обожаю. Очень люблю эту, ну, эту местность. Цветы, везде красиво-красиво. Мои знакомые не выдерживают российскую серость и морозы. Уезжают на Гоа на зимовку. А в Калифорнии так ярко, тепло, класс. Да, здесь погода, конечно, мы имеем погоду, как говорят американцы. Пока я не пожила во Флориде, я этого не ценила, не понимала вообще. Вот, да, теперь я понимаю, что это означает. Мы имеем погоду. Да, да, нам везло, нам повезло. Вот здесь въезд на очень красивую часть, там Буратины живут. И сразу вот здесь море, океан, там хайкинг парк, там Орви можно, по-моему, парковать. Насколько я знаю, может, и не здесь, может, где-то... Короче, здесь очень много всяких пляжей, парков, хайкингов, море всего. Красиво. Очень-очень красиво. Посмотрите, как красиво. Сейчас мы будем в Лагуна-Бич, да, ехать и съезжать. Крыстал Костей парк. А, ну хайкинг здесь же, да? Мы же... Да, мы вот паркинг здесь, и мы когда... Надо будет, это, паркинг на год. Мы отсюда, ну, отсюда надо вверх хайкать и потом вниз, потому что, наоборот, очень тяжело. Ну, здесь, конечно, очень красиво. Посмотрите, какие красивые дома вот на холмах. Красивые-красивые дома. Очень солнце как-то в камеру, я не понимаю, почему. Очень красиво, красивые-красивые дома. Да, Калифорния. Здесь будет трейдер, Джо, если хочешь, можем заехать воды купить. Давай заедем, хорошо? Он здесь, вот здесь где-то. Заедем трейдер, Джо. Потому что в дорогу не взяли ничего, никакой воды. А мы едем нам далеко ехать. Я в Сан-Диего где-то еще два часа, наверное. Час с чем-то. Вот, и поедем купим. Потом я продолжу. Ну, сейчас покажу вам, какой магазин здесь. Прямо вот, 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 в океан. Вот. И здесь вот эти Буратины затовариваются. Да не Буратины, ну вот, кто здесь живет. Буратины там немножко дальше, на холме. Трафик, конечно, ужаснейший. Вот здесь въезд в национальный парк штатовский. Кристалл Кобб Стей Парк. Вот. Посмотрите, какая погода. Немножко пару тучек есть. Таких красивых тучек во Флориде нету. Но вон две тучки есть. Но трафик, конечно, ужасный. Много хороших машин, заметьте. Много-много хороших машин в этих краях. Правда? Угу. Мотораты. Где? Да, вон. Везде, говорит. В общем. Ой, как хорошо погода, конечно. У нас... Я закрыла окна и включила кондиционер, потому что шумно. Когда с улицы ветер, и шумит камера, на камеру плохо. Очень-очень люблю эти места. Обожаю. О чем такая очередь здесь? Куда? Я не знаю. Что это, Джонс? Ну ладно. Это не здесь, да? Не, они куда-то туда. Нам сюда, да. Они, наверное, домой едут. Ну, в смысле, туда. Гейтед комьюнити это. Как красиво, посмотрите, как красиво, да? Я так хочу в этих краях жить. Так хочу уже. Не могу дождаться, когда Тадлис наша кончится, чтобы переехать. С Фонтенвалы? Ну, не, может сюда. Ну, даже Фонтенвалы ближе сюда, чем Оранж. Мне вот здесь так нравится. Это так мое, мое, мое. Ой. Посмотрите, эти квартиры наверху. Это, наверное, квартирные дома. Я думаю. Да. Надо больше зарабатывать, Боженька. Дай больше денег. Пожалуйста. Красиво. Ну, и машин много, и людей много. Сходили в Трейдер Джо. В Трейдер Джо. Очень люблю этот магазин. Смотрите, купила вот такие вот Маркона. Миндаль с розмарином. 6 долларов. Такая пачечка. Еще хочу показать очень вкусную вещь. Купила вот такой вот бри. С дикими грибами. Вот такой бри. Он был только 4,60 за такой довольно большой кусок. Купили еще маринованные, маленькие маринованные моцареллы. Скушала ее. Ну, и пару кракеров таких интересных. Немножко перекусили, потому что ехать нам еще ехать. Где-то час. Ой. Час может с чем-то. Сейчас на чем мы остановились. Сейчас посмотрю. Потому что у меня есть телефон. Ночитаем немножко. Да, хорошая у нас погода в Калифорнии. Это вообще чудо. Ой. Слушай, хватит грызть. Она тут еще кушает. Хрумкает этими. Сначала посмотрела ваше видео про недостатки Флориды. И про переезд обратно в Калифорнию. Смайлик, смайлик. А теперь это видео в самом начале вашей жизни во Флориде. Флориде кажется таким наивно восстоженным. Оно мне вообще кажется ужасным. Я когда его... Ну, не так давно я его смотрела, еще будучи во Флориде. Надо пересмотреть уже с этой, с Калифорнии. Ой. Как это сказать? Наивная простота, да? Да. Пока не потеряешь... Как это? Не ценим, пока не потеряем что-то, да? Потеряем, плачем. Ну, тогда нам еще не было плохо. Мы были... Смотрите, какой красивый заливчик. Мы были тогда в Мельбурне. Там было не так ужасно. Там было нормально. Не очень плохо. Там как-то прохладнее было. Зимой даже дубак было иногда. Смотрите, как красиво, да? Немножко волны есть. Ой. И людей ноль. Пару человек. Вот. Там было... Там не было ужасно. Это внутри Флориды очень плохо. И то там... Ну, зимой там терпимо, но летом... Но лето там тянется очень долго. С октября... Не знаю, с мая по октябрь. Тогда очень плохо внутри. А на берегу, если... Ну, там не... Ну, получше. Полегче. По крайней мере, на той стороне, где Мельбурн, там легче, чем на другой стороне, где Тампа. Там жарче. Такие красивые дома. Вот. И да, я восторженная была, потому что новизна, знаете, что-то новенькое. А потом новенькое все приедается. И показываются все вот такие недостатки. Ну, в Калифорнии тоже есть недостатки. Я же не говорю, что это рай на земле. Вот. Здесь красивее, здесь лучше. Понимаете, каждый день я выхожу на... Ну, когда выхожу на улицу, мне так хорошо. Посмотрите, вот как красиво. Мы сейчас Лагуна-Бич. Въезжаем, едем. Как я вот эту часть обожаю. Просто обожаю. Да, кто здесь живет, они... Это... Лаки. Очень, очень красиво. Эту красоту... Конечно, к красоте привыкаешь. Но все равно это... Это смотреть вот на такое намного приятнее, чем на бедос какую-то, да? Комментарий был к видео про... По-моему, про загад... Как загадывать желание. Что-то такое. Можно ли просить за других? Нельзя просить за других. Но можно просить... Ну, например... Нельзя говорить там, чтобы Петя меня полюбил. Вот. Надо говорить... Ну, просить, чтобы у нас с Петей были хорошие отношения. Прекрасные отношения. Вот. А потом... Может, и полюбит. По крайней мере, отношения будут хорошими, да? Это всем на пользу. Это всем-всем на пользу. Это не насильственно. Потому что ваше желание... Кому-то может совсем не хотеться того, что вы хотите. Потому что все люди разные, да? Вот. Я вообще не понимаю, как можно менять мир к лучшему. Вот это дебильное вот это. Я хочу сменить мир к лучшему. С какой стати? Это у тебя в голове. Меняй себе в голове мир к лучшему. А мой мир не трогай. Вот. Зачем ты будешь менять мой мир, который и так хорош? Вот. Откуда ты знаешь, что... Что... Людям это надо? Если тебе надо, это еще не значит, что всем надо. Как это... Как вон, ну, Корея. Северная Корея. Они... Пару человек решили, что всем надо жить вот так, как они хотят. И вот все миллионы там мучаются. Потому что они меняют мир к лучшему. К лучшему для себя. Вот. Но не для других. Посмотрите, как красиво. Ой. Вот. Поэтому нельзя за других решать. Пусть каждый за себя решает. Что-то с горлом, не знаю. Простало, что ли? Короче, нельзя за других просить. Можно... Можно просить так. Ну, например, хочу, чтобы у него улучшилось финансовое положение, например. Это всегда на пользу. Это ничего плохого в этом нет. Но лучше не просить за других. Можно просить за здоровье. Вот. Это по-любому хорошо. Но знаете... Человек предполагает, а Бог располагает, да? Вот. Мы никогда не знаем... Короче, мы не видим всей картины. Мы вот видим то, что только около нас. А как это повлияет потом на других, мы не видим. И я просто хочу пример... Ну, это, конечно, не совсем удачный пример. Но просто пример хочу привести. Недавно читала статистику, что почти все люди, которых спасли от суицида... Вернее, не почти все, а очень многие. Они либо кого-то убили потом, либо себя потом убили, либо попали в сильную депрессию, и там было другим плохо. Вот. Короче, они все проблемные. Люди, которых спасли от суицида. Очень многие из них потом кого-то убили. Понимаете? Это статистика. Швеции проводили там исследование. Смотрите, Лагуна бич. Это так красиво. Лагуна пляж. Бич это пляж. Кто не знает, смотрите, как красиво. Это такая часть... Здесь сейчас народу нет. Но здесь всегда море народу. Вот видите, будний день. Как же, что, сегодня вторник, понедельник. День. Ой, собаки, собаки. Здесь бывает выставка искусств. Всяко-разное. Короче, очень люблю это место. Надо куда-то сюда поближе. Очень хорошо здесь. Очень люблю это место. Очень-очень. Вот поэтому не просите для других ничего. Старайтесь не просить. Просите для себя и помогайте потом другим, если вы так хотите. Ну, например, если вы хотите кому-то что-то помочь, и помогайте сами. Вот, для себя просите. Лучше не вмешивайтесь, потому что вы не знаете, чем слово наше отзовется, да? Так, дальше. Боже, как здесь красиво вообще, обалденно. Обожаю здесь ходить пешочком хорошо. Люди гуляют. Это такая туристическая местность. Ну, пляж, рядом пляж. Надо будет здесь походить, погулять. Но сейчас немножко работа есть, поэтому... У меня очень много видео уже набралось. Мы уже... Какой-то магазин там какой-то русская традиция открылся, что ли. Русская традиция. У меня уже видео есть. Мы ездили и в Гетти виллу, и в Сан-Хуан-Капистрану, и, короче, там пару других мест. И видео есть, но некогда их клеить. Понимаете, видео... Постоянно видео делаю. Вот, но потом что-то надо делать, то всё, и вот времени нету их выкладывать. Ну, понемножку выкладываю. Ладно. Ну, что смотреть места, где живут миллионеры? Конечно, красиво. Но что, у тебя есть несколько миллионов или хотя бы один? Сколько где нужно зарабатывать, чтобы там жить? Это был коминг к видео, в котором я показывала квартиры. для рента, для съёма квартиры, которую я для себя подыскивала. Ну, пока что, к сожалению, я не миллионер. Вот, это квартиры не миллионеров. Во-первых, миллионеры в таких квартирах не живут. Зачем им квартиры, если они могут купить себе дом? Зачем фигню писать? Вот, ерунду всякую. Если что-то не верится, если какие-то сомнения, ну, во-первых, либо спросите, либо пойдите, погуглите, ну, что за квартиры, сколько... Там написано название этих комплексов, улиц, название. Посмотрите в гугле, что это за местность, для миллионеров или для немиллионеров. Сколько надо зарабатывать? Надо зарабатывать. Но надо работать. Поэтому надо зарабатывать. И кто работает, тот и зарабатывает, понимаете? Квартиры там, кстати, не такие уже и дорогие. Они просто очень красивые, очень ухоженные. Ормайн Компани, они... Смотри на крыши животных. Они дорогие, дороже, чем у других, но там очень красиво. Они очень... Вот этого у них не отнять. Они очень ухаживают за своими комплексами. Делают их красивыми. Осторожно, слушай. Вот, и поэтому они, конечно, и выглядят вот так на миллион. Но это не дома для миллионеров. Зачем писать ерунду? Вот. И вообще, постоянно от этого зрителя только какие-то гадости вижу. Уже как-то настораживает. Да, зарабатывать в Калифорнии надо. Работать надо. Кто работает, тот ест. Но, говорю, они не такие дорогие. Они там на пару сотен дороже, чем другие квартиры. Попроще. Вот. Никакой особо. Здесь просто очень много таких комплексов. Поэтому Калифорнию любят. Она красивая. Но здесь просто красивая. Много... Знаете, уберите цветы оттуда. Пальма. И оно будет намного-намного проще. Вот. Поэтому говорю, высадите в своей Флориде цветы или в своем... Где вы там живете. И тоже будет красиво. На миллион. Кто мешает? Я тоже люблю независимость. Это не феминизм. Это выбор души, которая разочаровалась в мужчинах. Хотя они тоже разные. Я не разочаровалась в мужчинах. Я считаю, что очень много хороших, порядочных мужчин в мире. Точно так же, как хороших, порядочных женщин. Вот. Я еще не потеряла веру в человечество, так скажем. Вот. И я не знаю. Лично я. Я не поэтому не замужем, что я вот не люблю мужчин, разочаровалась. Нет. Даже наоборот. Я говорю, я очень много хороших мужчин встречала. Ну, вижу, кто занят, кто не занят. Просто у меня, не знаю. У меня, во-первых, времени нету на вот эти все дейтинги, на все лямуры эти все. Понимаете? Мне надо... Ну, наверное, надо найти время. Потому что уже как-то хочется... Уже... Я уже отдохнула. Я уже сама с собой побыла. Мне уже хорошо. Мне уже хочется компании. Поэтому надо как-то думать. Но для начала надо сбросить вес. Потому что в этой гребаной Флориде я набрала 12 килограмм. Вот я вот как есть, так и говорю. Вот. Надо немножко сбросить вес. Вот. Ну, привести себя как бы в порядок. Потому что я себя некомфортно чувствую. Вот. А с возрастом как-то этот вес не хочет уходить. Так, как он уходил, да, ну, лет 20 назад, да, 15. Я вообще говорю, дочка родилась и 48 килограмм весила. Вот. И потом тоже худенькая была. Ну, мы в Европе двигались. Пешком ходили. Понимаете? Здесь все на машине. Ну, вот надо немножко как-то заняться. Но, опять-таки, время надо. На все надо время. Ладно. Что-то придумаю. Вот. Не, в мужчинах я не разочаровалась. Просто мне удобно. Я... Посмотрите, здесь монтаж. Мой любимый монтаж. Ой, так люблю здесь. Такой пляж хороший. Пляж отеля монтаж. Короче. Я вообще не очень феминист по натуре. Я говорю, я за то, чтобы мужчина приносил мамонта, я ему его сварю. Вот. Я не считаю это вообще феминизмом ни разу. Вот. Просто, к сожалению, мужчины не хотят мамонтов носить. Понимаете? Они хотят, чтобы жена и работала, и дома готовила этих мамонтов и убирала. И все. Они вот такие. Они инфантильные. Это я про наших мужчин говорю. Поэтому они мне не интересны ни разу. Вот. Мне больше по душе американцы, они самостоятельные. Точно такие же, как я самостоятельно. Понимаете? Мы похожи. Вот. И еще, знаете, почему еще не хочу наших мужчин? Никому не в обиду. Но это правда. Вот я так вижу их. Потому что у них отношения к женщине вот такие, как этот, что писал. Ты дура, ты не умная, потому что ты женщина. Видите, рано или поздно, как бы они не ценили женщину, рано или поздно у них проявляется этот шовинизм мужской. Этот сексизм. Понимаете? Вот. И рано или поздно этот мужской шовинизм по отношению к женщинам он проявится. Понимаете? А мне зачем мне это? Вот зачем мне это? Доказывать кому-то что-то. Вот. И поэтому не надо. Наши мужчины развалованы. Они развалованы женщинами, которых намного больше. И они вот из-за мужчин там... Короче, вы поняли мой поинт. Ладно, ладно, фигня. Не буду я об этом. Куда такие перчики в еду? И разные вкусы, видимо. Это был пост про мои перцы. Да, у всех перцев, у многих перцев, ну как, они все разные. У одних фруктовый вкус, у других там лимончиком чувствуется. Бывают такие смешанные запахи, бывают перечные запахи. Короче, разные-разные. И да, их все, они практически все перцы, даже декоративные, они съедобные. Ну как практически, не все съедобные. Вот, просто мелкие неудобно кушать. Они больше так для красоты, да, они красивые, как свечки. Вот, но их тоже кушают, кушают. Вот, потому что некоторые очень даже вкусные. Ну, например, перец есть такой, африканский глаз. Bird's eye, это птицы, птичий глаз. Вот, он мелкий, но он очень острый, очень вкусный. Да, разные не на вкус, разные. Кто любит острое, тому, конечно, раздолье, потому что вкусов. У перцевого моря. Есть очень-очень вкусные перцы. Услышала, что при отравлении уксус с водичкой, сколь, сколь того и другого. Стакан воды и две чайные ложки уксуса, больше ничего. Ну, только яблочный уксус. Необычный, не простой, не невинный, никакой. Только яблочный уксус, он вытягивает токсины, выводит. Вот, ну и не знаю, что он там делает, но у меня это номер один средство. Уголь, да, активированный, может и помогает, но очень долго. А вот яблочный уксус, это же водичка, влился и там уже что-то начинает делать. Ну, он, короче, средство номер один. При любых отравлениях, там тошнота какая-то, что-то не то съел. Вот, это средство номер один, яблочный уксус. Но берите такой, у которого есть осадок и желательно органик и сырой, raw. Вот, можно самому сделать, это совсем не тяжело. Я всем, всем советовала. У меня родственница раз отравилась, мы были в ресторане, она отравилась супом, каким-то супом. И пришли домой, она плашмя, я пошла, ну, я рядом жила в соседнем доме, почти. Вот я принесла яблочный уксус, ее как бы 10 минут она на ноги встала, говорит, чудо. Вот, и всем, всем тоже советует, говорю, хорошее средство, хорошее. Вы сейчас где, в Данна-Пойнте, что ли? Тут Данна-Пойнт, смотри, нет? Вон, паркинг, вы сейчас в Данна-Пойнте. Ну, вон Данна-Пойнт, Ридскартун. В этом Ридскартуне, когда я приехала в Америку, здесь, там не видно, отсюда не видно. Мой бойфренд жил вот здесь, вот здесь по соседству, там в одном из домов. Вот, и я приехала в Америку, я выиграла Гринкарту, ну, в Калифорнию, с Техаса, в Калифорнию. И первый вечер он меня встретил с аэропорта, ну, как бойфренд, бывший бойфренд. Мы уже тогда, как бы, только друзья были. Вот, и хороший парень, но вот не сошлись. И он у меня встретил с аэропорта, и, ну, я никого здесь не знала, и, короче, я его попросила. У меня ни машины, ничего не было. И он меня встретил, отвез меня там, где я жила, еще тогда в Костомессе квартиру сняла. Вот, и он меня потом приехал за мной и повез меня сюда на ужин. Вот, мой первый вечер в Калифорнии был ужин в Ридскартуне. Ой, а там так красиво мы закат смотрели. И там склон, ну, на берегу-то этот ресторан стоит, и склон горы. И на ней такие розовые цветы на всем склоне. И такой розовый-розовый склон. Так красиво было. И этот закат, это просто, это просто нереальная красота была. Говорю, я попала в какой-то рай. Смотрите, как здесь красиво. Я очень люблю Дэна Пойнт. Очень-очень. Дэна Пойнт, они говорят. Дэна Пойнт. Очень люблю Дэна Пойнт. Мы как-то поедем в Марину. Ты скажи, что тебе вода нужна, я тебе дам. Зеленый. Флорида мне присылает какие-то месседжи, какие-то выборы. Я говорю, слушайте, отцепитесь от меня, отвержитесь от меня. Какие-то, не знаю, как это, как мухи липнут. И первый мой, первый день в Калифорнии у меня был ужин в Ридскартене. Это просто, Золь, это просто нереально. И я вот, а там столько народу было, такие все симпатичные. Очень много мужчин было, видимо, не знаю, какие-то по бизнесу были там, что. Не знаю, все такие красивые, так на меня смотрели, помню. Боже, ну как классно, какой вечер был. Это непередаваемо. Жалко, конечно, что мы с ним не сошлись. Ну вот, вот не сошлись. Ну, потом так по-дружески поддерживали отношения, иногда там виделись такое. Потом потерялась связь вообще, даже не знаю, где он. Ну как, понятия имею, но так не смотрю. Давно было. Дела давно минувших дней. Вот, и ой, Дана Пойнт, как здесь красиво, здесь так классно. Я бы здесь жила, наверное. Я бы, я бы жила здесь так классно. Здесь такая аура. Но я бы даже не в Дана Пойнте жила, наверное, а в Алису въехал. Вот я бы с удовольствием. Смотри, Бэвмо. Вот это Бэвмо, там всякие разные алкоголи. Там есть, мы смотрели, специально зашли посмотреть. Я покупаю, я люблю брать там Крим Дэкассис. Ну, ликеры разных производителей. Это черно-смородиновый ликер. Вот. Ну, я его пью рюмочку в неделю, может. Так для вкуса. Очень, очень нравится мне вкус. Вот. И мы сначала, мы специально зашли посмотреть, какое пиво у них есть. Из Украины пиво я уже не видела там. Когда-то было львовское пиво. Жигулевское или львовское, уже не помню. Но помню, что было. Сейчас не было. Может, иногда бывает, не знаю. Посмотрите, как красиво в этой Дэна Пойнте. Дэна Пойнта. Боже мой. Ой. Да. Ну, здесь дорого жить здесь. Здесь, да. Здесь дорого. Но здесь такая атмосфера. Знаете, здесь он такой... Я бы его назвала Приморским городком. Ну, как Приморским. Марина. Город Марина. Вот. Очень много... Здесь большая довольно Марина. Кстати, здесь проходит регата. Надо будет как-то поехать посмотреть. Ой, ну здесь так красиво. Посмотрите, как классно. Дэна Пойнт. Дэна Пойнт, любовь моя. Очень-очень люблю Дэна Пойнт. Оставьте свои контакты по Ватсапу. Есть один вопрос. Не знаю, что такое Ватсап. И не очень хочу это... Вообще не пользуюсь. Практически телефоном. Вот сейчас сочетаю с телефоном в интернете. Всё. Я... Это во-первых. Во-вторых, не хочу показаться грубой. Но если я буду тратить своё время на какие-то ответы, вопросы по телефону, что-то звонить... Слушайте, у меня даже личной жизни поспать не будет. Понимаете, я работаю очень много. Я эти видео клею. Непонятно зачем, если так подумать. Вот. Я постоянно что-то делаю. У меня нету личной жизни. Вот. И если у меня остатки этой личной жизни... Полчаса у меня в день есть на себя, там, покушать, помыться. Если я его потрачу на ответы, на вопросы, я тогда... Зачем мне тогда жить? Понимаете? Вот. Не могу я отвечать. Есть вопросы, пишите сюда. Когда у меня есть минутка свободы, я сюда часто захожу, заглядываю. Я отвечу. Вот. Либо видео делаю, когда куда-то едем, заодно и отвечу. Но я, во-первых, не буду давать свой номер незнакомым людям. Зачем мне это? Это понятно, да? Любой нормальный человек не будет давать свой номер чужому человеку. Вот. Непонятно, как его потом... Я... Короче, не хочу я. Это не в обиду. Я не потому, что я там гордая, или там заносчивая, и там не хочу с кем... Просто нет у меня на это времени. Вообще, физически не могу. Вот. И вот так. Как здесь красиво, Боже. Вика, у меня... Вика, у меня вопрос. Как вы отбеливали зубы лазером, полосками отбеливающими? Венеры или еще чем-то? Я хочу отбелить, но все знакомые говорят, что я дура. Мол, от этого зубы испорчены. Американцы все белоснежными улыбками. У них вроде не портятся зубы, у них тоже портятся зубы. И да, есть очень... Есть люди, у которых вообще очень плохие зубы, но таких мало. Таких мало, потому что это все становится дешевле, дешевле. Зубы очень... Да, у многих венеры стоят. Это, конечно, красиво. Но венеры, он стачивает зуб, потом, ну, сколько он там постоит, этот венер, потом все равно надо либо коронку, либо, не знаю, что-то надо потом. Я не отбеливаю зубы. Я пользуюсь пастой отбеливательной. И очень-очень мягкой щеткой. Самая мягкая, которую я могла найти. И хоть и в пасте есть абразивные частички, но сама щетка, она очень мягенькая. Хоть она не царапает зубы. И такой, как бы, баланс. Я не знаю, у меня зубы сами по себе не белые. Их отбели, не отбеливая, они все равно белыми не будут. Но из-за помады, которую я, ну, вот темнее, которая темнее, чем губы, они кажутся белыми. У меня совсем... У меня вообще не очень хорошие зубы, так скажем. Вот, поэтому я не... На меня не равняйтесь. Но у американцев, у многих очень хорошие зубы. С чем это связано? Это связано с флоридом, который в воде. Но здесь палка в двух концах. Потому что... Потому что этот флорид, он помогает делать зубы хорошими, крепкими, белыми. Ну, но он очень плохо влияет на здоровье человека. И вот тут получается, что человек с хорошими зубами, он больной. Понимаете? Получается, что он больной. Я не знаю, стоит ли иметь хорошие зубы, быть больным. Ну, в смысле, красивые белые зубы, быть больным. И зубы-то такое. Знаете, их можно исправить. Это не такое что-то... Венеры делают, коронки какие-то ставят, там импланты ставят. Короче, ну, у многих хорошие белые зубы. Очень... У азиатов очень хорошие зубы. У мексиканцев довольно неплохие зубы. У некоторых такие белые-белые. Прям аж не верится, что такие белые. Свои зубы. Ну, вот, повезло. Ну, вот, у белых людей редко, когда зубы очень-очень белые. Мне кажется, что тогда это какие-то венеры. Потому что как-то... Ну, это... Не знаю. Это всё зависит. Это... Короче, у американцев много хороших зубов. У многих хорошие зубы, вернее. Потому что, во-первых, чистят их. Чистят. Их приучили с детства мыться, чистить зубы. Короче, гигиена здесь на уровне. Вот. На высшем уровне гигиена. И поэтому они так и не портятся. Согласитесь, чистые зубы, они всё-таки меньше портятся, чем грязные зубы, да? Кариес. Он же бактерии, которые в сахаре... Их... Ну, кариес как бы развивается. На сахаре, по-моему, да? Где-то читала когда-то давно. Раскопки делали в Азии, где-то в Индонезии, по-моему. И... Ну, черепа людей со всеми зубами. У них все зубы были. Ну, вернее, как? Были выпавшие зубы, тоже были. Но не было зубов с кариесом. Вообще кариеса не было. Были проблемы с дёснами. Я думаю, проблемы с дёснами были от того, что они жуют такую траву, ну, наркотик, типа, такой. Не помню, как он называется, забыла. Вот. И от него портятся дёсны. Ну, дёсны. Или от марихуаны тоже дёсна, например, портятся. Ну, вот это единственный, по-моему, минус у этой марихуаны, что могут дёснам, ну, страдать. Ну, это если злоупотреблять, наверное. Ладно. И они, учёные, ну, кто исследовал, думали, думали, почему у них нету кариеса? Вот. У всех кариес есть, а у них нет. И придумали, оказывается, что так как они пили зелёный чай, ну, чай пили, то он убивает кариес, зелёный чай. Я это давно читала, где-то лет 20, наверное, назад. И, прикиньте, я начала пить зелёный чай. У меня зубы очень плохие были. У меня в школе, когда я в школу ходила, у нас был зубной кабинет в школе. И я половину времени проводила в этом кабинете. Можете себе представить, какие у меня зубы. Ну, в смысле, там, даже если была дырочка или что, я же постоянно с этим мышеком травили, разбуровали ещё, ещё. Короче, постоянно. Я же убегала с уроком, мне надо было убежать. И я вот отмазка, зубной врач. Короче, ну, дурочка. Плохие зубы у меня, к сожалению. Вот. Ну, и портились очень. Кариес был. А кариес, кстати, передаётся от мамы ребёнку. Вот мамы, которые, там, маленький ребёнок родился, соска упала, она её подняла, облизала ему в рот, вткнула. Я такое видела своими глазами. Я в шоке, конечно, от такой практики. Вот. Облизала ему в рот. Свои бактерии ему туда в рот всунула. Вот. И вот свой кариес, она ему туда и прижила. Понимаете? Нельзя. Надо соблюдать гигиен. Вот. И это самое. И я начала, когда я это прочитала, я начала пить зелёный чай. И как-то интересно, что у меня перестали эти дырки появляться. Вот просто дырки. Были пару малюсеньких дырочек, которые заросли сами. Я в шоке, потому что как может зуб зарасти? Вот как может? Вот, видимо, может как-то заросли, короче, дырки. Ну, они маленькие, небольшие были. Совсем-совсем чуть-чуть. Вот. Как-то они сами заросли. И вот я, когда начала пить зелёный чай, как-то зубы у меня получше стали. Но они темнеет стали. Ну, от чая. Поэтому пришлось их как-то... Я как-то отбеливала раньше каким-то полосочками такими. Потом сода с лимоном. Ну, это, конечно, жесть. Это, это, это жесть. Это нельзя так делать. Знакомая девочка из Абхазии, она отбеливала лимоном. У них дома лимоном отбеливают. Зубы лимоном трут, и они белее становятся. Говорю, жесть, потому что со временем хана этим зубам. Там же ж будет это, пористый, это как губка будет этот зуб, да, там, занимает. Ну, когда молодой, это там еще красиво. Когда постарше, полетят все нафиг зубы. Хотя, может, им уже и не важно, какие их там зубы, когда они постарше. Не, ну, я шучу, конечно. Зубы надо беречь. Вот беречь, и все. Я читала, у меня есть книга, я купила книгу, дочка купила книгу, вернее. У нее же из-за этих лекарств не очень портится, она через зубы никогда ни одной дырки не было. Мы вообще не знали, что такое, она не знала, что такое дырка в зубах. И вот, когда она на этих таблетках после аварии сидела, ну, спина, что у нее болела, у нее начали дырки портиться зубы. И мы купили книгу про восстановление эмали зубной. И автор, где-то в Швейцарии он, или кто автор. Короче, там суть в том, что, чтобы восстановить эмаль зубов, надо кушать много продуктов, которых есть желатин и холестерин. Короче, мясо, надо кушать мясо, сыр вот такой. И вот, ну, мы, конечно, так и кушаем. Не знаю. У нас такая диета, тоже мясная, жирненькая, и вот сахара по минимуму. Я сахар ем, сейчас только в кофе кладу, и, может, раз за два в месяц какую-то выпечку. Вот. А так я не ем сладкого, у меня варенье стоит, я даже не знаю, что с ним делать. Надо как-то на выпечку пустить, не знаю, даже не знаю, что с ним делать. Вот. Я сладкого как-то уже периода самое. Раньше в детстве ела много, поэтому зубы плохие. Ой, отбеливать, отбеливать. Малый отбеливает иногда полосками, иногда... Знаете, сейчас мы купили где-то год назад порошок активированного угля. Он такой мелкий-мелкий, как пудра. Вот. У меня есть таблетки, но они... Оно не такое мелкое. Ими так не это самое. Не очень. А вот порошок, который я купила, он настолько мелко измельчённый, что очень, короче, хорошо делалось. Здесь сам Унуфре стоит бич. Сейчас будет там красивый бич. Там на серфинг. Кто любит серфинг, вам туда. Там такие волны. Красиво. Красиво там. Короче, я беру на щётку, ну, почистила зубы, потом на мокрую щётку, туда немножко этого порошка и немножко им зубы почистила и подержала там полминутки-минутку. И оно как-то немножко отбеливает, вытягивает всякую, знаете, всякую гадость. Как-то отбеливает. Может, это просто визуально после чёрных зубов с пастой, они, кажется, белее, но как-то они очень гладенькие, какие-то очень такие получше. У дочки сразу видно эффект. У неё белеют, белее зубы от этого порошка чёрного. Вот. Но она тоже, может, раз в неделю так отбеливает себе. Раз в две недели. Ну, как-то так. Короче, мы не увлекаемся этим делом. Субтитры создавал DimaTorzok